Андрей Андреевич, как чакры влияют на жизнь и как оптимизировать? Ну, классно. Проходите мою первую ступень, но я с удовольствием отвечу. Первая чакра, в ней накапливаются плохие слова человека, особенно если это слова, которые связаны с матами. Они все в первой чакре. Первая чакра у нас связана с замужеством. Чем сильнее закрыта первая чакра, тем меньше шансов у человека выйти замуж, жениться и создать свою семью. Если первая чакра у мужчины закрыта, то у него все время появляются проблемы. Они проблемы с тем, что ему страшно знакомиться. У девочек проблемы с тем, что они не понимают, что муж от них хочет и так далее. Это закрытые первые чакры. Как открыть? Самый простой способ открыть первую чакру, это ставить между ног свечу. Прямо ставить между ног свечу, представляя, будто пламя свечи горит прямо там, где находятся половые органы. Так открывается первая чакра, слог первой чакры – Лам, Лида, Андрей, Михаил. Вторая чакра связана с рождением детей, рождением бизнеса, рождением любви, рождением тепла, связана с заботой, с пониманием. Если вторая чакра закрыта у мужчины, то у мужчины нет ощущения, что семья его любит. У него все время претензии. При закрытой второй чакре и у мужчины, и у женщины постоянные ревности возникают. Нервные люди становятся. Человек старается всему миру что-то доказать, не верит, что он может просто так все получать. Ему приходится выживать. Он все время чувствует, что ему необходимо выживать. Ко всем людям претензии. Вы встаете утром и начинаете с претензий. Ты не такая, ты не такой, ты плохая, ты плохой. У вас закрыта вторая чакра. Денег не будет. Вторая чакра напрямую связана с деньгами. Открывается мантра Ивам. Третья чакра связана с целеустремленностью, с радостью. Она связана с, наверное, мезокортикальными, мезолимбическими системами, дофаминовыми мостами. То есть дает человеку такое стремление, желание. Если нет сил, утром проснулись, зачем я живу, для чего? Зачем мне это нужно? Третья закрыта. Если человек считает, что вся жизнь плохая, и в ней нужно постоянно выживать, то он не верит, что высшие силы и люди способны его любить. Это закрыта четвертая чакра. В случае, если человек постоянно ко всем кидается на всех, постоянно ко всем претензии, абьюзи, то есть ты не такая, то не так, и то не так, и то не так, то есть ко всем имеет закрыта пятая чакра. Если открыта пятая чакра, то у человека с легкостью начинает разговаривать, перестает заикаться, хорошо разговаривает, хорошо думает, творчество появляется. В случае, если шестая чакра, то память исчезает у человека, также портятся глаза. Шестая чакра связана еще и с тем, что человеку приятно в голове, такое тоже бывает. И седьмая чакра связана с тем, чтобы наказать тех врагов, которые существуют. Если у человека есть враги, то есть еще и высшие силы, которые являются ангелами-хранителями для такого человека. И именно седьмая чакра является тем, что человека защищает. Так, если седьмая чакра закрыта, то постоянно неприятности. Находится кто-то, кто обзывает, может и порчу нанести, может там что-то сделать, и постоянно что-то случается. Если правильно открыть, то такие люди, они к вам доходить не будут. То есть захотел вам что-то плохое сделать, ногу сломал. Захотел ли там о вас что-то, говорит плохое, и после этого у него тысячу неприятностей. На самом деле на седьмой чакре все не заканчивается. Там, где находится первая чакра, есть еще минус первая чакра. И там, где находится седьмая, над ней находится еще восьмая и девятая. Также это еще имеет вид ауры и так далее. И как это все оптимизировать? Это целые знания. Но научиться этому не сложно. Я этому обучаю себя на первой ступени эзотерической школы Кайлас. Если человеку оптимизировать все чакры, то это является чуть ли не фантастическим и быстрым методом для того, чтобы жизнь человека очень изменилась. В каком плане? Во всех. То есть как обычно это происходит? Это происходит так. Человек, допустим, там... Как вообще появляются неприятности? Ну, давайте возьмем мужчину. Мне, наверное, будет легче. То есть жил мужчина, допустим, там с родителями. После этого переехал в какой-нибудь город, поступил в училище. После этого проучился в училище. Нужно ехать домой. А ему не хочется. Он хочет остаться в городе. Находит невесту. То есть девушку, которая может быть даже некрасивая, или ему не нравится и так далее. Но он понимает, что если он с ней завяжется, то это повод для того, чтобы остаться в городе. То есть после этого он с ней начинает жить. У них, возможно, рождаются дети. Ну, появляется алкоголизм, потому что она понимает, что он ее не любит или не чувствует этого тепла. А он начинает искать женщин на стороне. Возможно, у них там получается бизнес или не получается. Может быть, эта жизнь пройдет до самой старости, где друг друга никто не любит, дети никому не нужны. Там, возможно, будет присутствовать бесконечный алкоголизм. Возможно, со временем, когда мужчина состоится. То есть такая же история с женщиной, может быть, и так далее. Там есть везде вранье. Он врал ей, она ему врала. Не было четкого понимания жизни и так далее. И если такого мужчину взять или такую женщину взять, то они живут как бы таким моментом, что им все удобно. Да, у них там не хватает денег, ничего страшного. Да, муж выпивает, да тоже ничего страшного. Но зато комфорт есть, все живы. Там есть квартира, нет. Если есть, там живут. Если нет, там счастья в другом находят и так далее. И потом появляется эзотерика. Им такой человек, как я, говорит, можно все изменить. Человек говорит, как? Ну вот с чакрами работает. Такая женщина начинает работать с чакрами своими, ее жизнь изменяется. И вдруг в какой-то момент она думает, или у нее появляется ощущение, не хочу я жить с этим человеком. Но я не хочу его выбрасывать. Как бы ситуации начинают решаться сами по себе за счет событий. То есть таких событий в обычной жизни не происходит. Там происходит, допустим, знакомство какое-то, или происходит путешествие, происходит переосмысление, происходит изменение чувств, или наоборот, возникает любовь, появляются теплые отношения, вновь вспыхивают какие-то новые состояния. И это на самом деле такой достаточно мега-огромный и мощный механизм, который способен изменить судьбу в лучшую сторону.